Всем привет, друзья! С вами Светлана, и это у вас на видео Масяня, моя кошка, которая уже три года со мной живёт в Курске. И вот недавно я вернулась из Северска и перевозила вещи при помощи СДЭКа, и вот что-то у меня осенило такая идея, а не сделать ли мне домик для кошки. Первостепенно, как вы видите, коробка была вообще неказистая, маленькая, и кошка реально в ней практически не вмещалась, то есть даже не могла стать во весь рост. После этого я и приняла решение, что, наверное, надо бы как-то этот дом поменять, видоизменить, и вот сейчас я вам буду показывать этапы, что и зачем я делала. Я сделала вот такую вот конструкцию и решила её подклеить малярным скотчем. Как видно, получается вот такая вот конструкция, даже крышу нашла чем сделать. Я сделала такую лёгкую имитацию кирпичиком, потому что, ну, это же дом, дом либо буловочный, в моём случае захотелось создать такую имитацию кирпича. Как вы видите, кошка проявила интерес к этому домику, и поэтому я вам сейчас расскажу, что зачем я делала. В общем, я тут сделала фасадную часть, ну, как бы он и не маленький, и не большой, но она уже в нём даже лежала. Мне осталось только докрасить вот эту часть, ну, в общем, по периметру. Это вообще была коробка маленькая, мне пришлось её слегка доращивать где-то там. Фасадная часть вот у меня готова. Там уже лежит полотенчик мягкий, она уже в нём спала. Вот, собственно, и она, она ждёт, пока я ей отдам её домик. Но я хочу докрасить, я вам сейчас покажу, как я делаю кирпичи. Ну, она, видите, она хочет участвовать в процессе своего дома. Вот даже я вам покажу, что она к нему небезразлична. Ну, она, я говорю, она не хочет из него выходить уже. Я не ожидала, что она вот прям настолько ей понравится. Давай я тебя покручу, покажу, что ты внутри дома сидишь. Как бы вот у меня домик. Я не ожидала, что ей так зайдёт. Теперь дело за малым, докрасить его, доделать. Я вообще не ожидала, что что-то из этого выгорит. Оказывается, кошке нужен был свой дом. А маленькая коробка тебе всё равно прикольно, да? Ты прям чувствуешь себя в защищённости от своём уголочке. Неожиданно. Ну, теперь у неё будет свой коттедж. В общем, я докрашу, я вам покажу результат. Сейчас я вам просто покажу, какие эти кирпичи рисую. То есть ничего сложного. У меня обычная акварельная краска, которая у меня уже 4 или 3 года. Я их тут изрядно мешаю, пользуюсь в основном коричневыми оттенками. Их между собой смешиваю. И вот получаются такие разные кирпичики. Вроде бы как бы похожие, но при этом они всё равно, видите, по цвету разные. У нас тут есть кирпич. В смысле они так тяжело крутить. Он как бы типа здесь закончился. А вот этот как бы продолжается. В общем, надо просто посмотреть, чтобы горизонтали соблюдать. В общем, по этим кирпичкам вырисовать новые. Ничего как бы сложного. Это я тут наметила контур. Сейчас провожу просто по контуру. Познаме чуть-чуть ниже будет. Хочется просто сделать более-менее плавный переход. Хотя я понимаю, что это, конечно, невозможно в моих вот этих вот условиях обстоятельствах. Но я думаю, главное, чтобы кошке нравилось. Я в несколько слоев проходилась, потому что акварель это слабые пигментированные краски. То есть в один слоев, конечно, не нанесёшь так, чтобы они хорошо отпечатывались. У нас нас торчит, только нас торчит, да, Мася? Я пока ничего не могу придумать. Сейчас она уйдёт, я, может быть, её переверну. Вот она уже куда-то уходится. Ты решила мне прямо носом покрасить, Масянь? Я вот, видите, разные краски смешиваю. Здесь то же самое мы сделаем слегка. Масянь, если ты не хочешь сидеть в домике, можешь выйти. Я быстрее тебе его сделаю, потом поставлю, когда он высохнет. И будешь уже это, как королевишна в своём доме. У нас за это время уже появились две такие вот стены и даже проскрасила крышу в зелёный такой изумрудный цвет. Можете видеть, как она сейчас принюхивается. Ей всё это нравится. Для неё это целое развлечение. Она всегда проявляет интерес к домику, где бы я его ни ставила. Он же ведь лёгкий, его удобно переносить по всей квартире. Она с лёгкостью туда заныривает и может часами там находиться. Уже прошло двое суток с момента, как я её домик закончила. Она у неё очень постоянно спит. У меня сегодня распаковка необычная. Я же тут кошке дом сделала. Такой вот домик. Ещё не докрасила, правда. Но, оказывается, очень быстро доставка пришла. Там уже её скотч любимый лежит. Я давно об этом мечтала. Я думаю, кошка тоже давно это хотела, судя по ободренной мебели. Я заказала на Валберес вчера и уже сегодня приехала. Вот такая вот штука. Да, это как киточка. Вот такая вот мягкая обивочка. Ой, цвет, кстати, под цвет штор попала я случайно. Хотя мне, в принципе, нравится зелёный этот цвет. Такой хвой таёжный, зелёный, перелушённый, такой пастельный. Вот кошка, кстати, уже тоже с нетерпением хочет глянуть. Что же там пришло? Напольная подставка. О, всё. Всё. Теперь не прокручивается. И тут ещё есть даже вот такая верёвка. Не знаю, будет она с ней играться или нет. Сейчас с подставкой это крутится. Вот такая вот подставка. Ну, что? Коробка интереснее. Давайте я покажу, что надо делать. Вот эту штучку вот так вот в лапке. Вот так вот. Раз и два. Какая. Там дома. Ну, Моисяин, ты чего? Я что за ей деньги потратила? Что пушинки перегаривать буду? Как кошка не особо с восторгом. Что-то как-то улучшение жилищных условий, по-моему, ей не особо понравилось. Надеюсь, что она начнёт точить свои когти об эту картеточку. Всё ещё не могу закончить красить кирпичи, потому что заказчик мешает. Заказчик, ты уж или перестань контролировать. Я своё дело знаю. Всё будет отлично. Не переживай. Видите, как она на свой дом суетится? Переживай, чтобы там всё чётко было. Итак, домик для кошки закончен. Масянь, давай покажем. Красота. Я потом переставила её когтеточку и начала проявлять интерес самостоятельно, пытаясь с ней играться. И вроде бы даже были какие-то успехи у нас с этой когтеточкой, подставкой для кошки. Но вот уже в третий день пошёл, как у неё и домик, и когтеточка. И, в принципе, ежедневно она и тому, и тому своему месту отдыха и игр уделяет достаточно внимания. Ну, кошка же. Природу не обманешь. Пойдёшь! Масянь, упадёшь. Ты довольно уже на тот бок перевернулась. Продолжение следует... Продолжение следует...